get fun на связи в этом видео я хочу рассказать вам про эсминец по назии 8 уровня хсен янг корабль который многие окрестили кактусом и на мой взгляд совсем не безосновательно так что возможно мой обзор и мое видео идеальной тактики этого эсминца помогут вам принять окончательное решение а стоит ли его вообще качать и брать но для начала короткая реклама нужны бесплатные дублоны тогда качай приложение и получая их ссылка в описании используй промокод и бонус твой если говорить коротко и в общих чертах то перед нами копия бенсона без каких-либо сильных перекосов ттх все плюс-минус такой же если не считать что на паназиатском эсминце отсутствует популярный корпус пятью башнями гк а есть только четырех башенная версия это без оградки помимо прочего тут стоят глубоководные торпеды и это разница вооружений сильно влияет на тактику боя и об этом я расскажу чуть позже а сейчас отмечу важное отличие возможности взятия расходников коротких дымов с небольшим кд или рлс с небольшим радиусом и длительностью действия оба расходника в соло игре на мой взгляд не больно помогают хотя тактика боя от их выбора меняется очень сильно особо заметно это становится при отрядной игре когда возможности для взаимодействия становится больше ведь этот и другой расходник очень хорошо раскрывается именно при командном взаимодействии и сразу скажу что на мой взгляд паназиатские эсминцы в принципе не для соло игры и качать их одиночкам выше 7 уровня то не больно нужно хотя есть нюансы возможно вы сейчас спросите миша а где же привычный обзор ттх почему же ты начал не с него а все очень просто потому что хсен янг это тот самый корабль который совсем не подойдет новичкам и если сравнение с бэнсоном для вас пустой звук я настоятельно рекомендую поиграть на других эсминцах прежде чем вас потянет на паназиатов ведь на мой взгляд эта ветка именно для тех эсминцеводом которым наскучил простой стандартный геймплей и они хотят ощутить что-то новое в мире кораблей эдакий такой вызов челлендж по крайней мере так воспринял корабль я и потому данное видео будет эдаким анти гайдом типа рлс минотавра который мне так зашел моя сборка для хсен янга имеет проблемы со стабильностью в результатах все потому что скучному геймплею практически с бесконечными домами я предпочел рлс и саппорт команды первый я отмел потому что ну ребята 4 башен и бэсон он по умолчанию будет слабее 5 башенного бэнсона а ведь мы в боя встречаем и более сложных и сильных противников с ними надо играть как-то хитрее но это мой взгляд на вещи и я более чем уверен что даже четырех башенных сен янг с дымами имел бы на стрел выше ну хотя бы потому что была бы возможность постоянно заливать линкоры фугасами но вот почему то мне кажется что польза атаковой эсминца было бы команде меньше все потому что рлс хсен янг это ребят самый настоящий анти эсминец хотя и более пассивный нежели это делают советские лидеры и тут кроется главная проблема если рандом закидывает нас в бой с десятками то играть становится крайне сложно четыре башни имеют невысокий дпм откровенно говоря он даже кажется мне слабоватым так что если нас засветят спасаться приходится только лишь бегством что без дымов конечно задача очень сложная а если в бою еще и будет авик который решит светить именно нас то практически эта задача станет невыполнимой так что осторожность это второе имя хсен янг саппорта но второе имя данного эсминца я думаю разочарование потому как нет ничего горче чем наблюдать бессильно за скатывающимся боем когда союзники словно рак лебедь и щука играют в разный геймплей совсем не планируют поддерживать ваши попытки играть в точки и на превосходство но при этом потихонечку проигрывают даже в хп то что в таком бою вы возможно даже не сможете настрелять дамаг это же даже не обсуждается но вы же не ради домашки и статистики качали данный прекрасный аппарат правда ради острых ощущений и тут если вдруг вас все еще не отпугнули мои примеры и вам все равно хочется хапнуть адреналин чека то я покажу вам свой билд перков и отдельно отмечу параллельное развитие как торпедного так и артиллерийского вооружения раскачка бэнсона в первую очередь включала усиление главного калибра но для хсен янгом основной способ нанесения урона это все же торпеды рыбки тут очень смертельные за счет того что они засвечиваются буквально под бортом не оставляя времени на реакцию кроме того они очень мощные так что если вы хотя бы один раз можете поймать вражеский линкор на рельсоходстве то скорее всего этого одного раза станет достаточным для получения фрага и уничтожения опасного противника однако есть маленькая но на пуску в сен янга весьма внушительное кд потому мастер торпедного вооружения мне показался тут очень нужным при этом всем помним это что точки без борьбы со сменцами брать получится не всегда именно для угнетения дымов нам нужны боб мастер борьбы за живучесть и маскировка для того чтобы самим выбирать ну при возможности момент входа в бой модули также сейчас у вас на экране и отмечу только лишь пожалуй пво в третьем статье если вдруг над вами будет особо наглая лампа пво вам будет необходимо как воздух хотя чаще всего ставку на него я бы тоже не делал а предлагал бы вам отступить к союзным силам а уже после того как лампа отпустит выйти вновь в атаку похожим способом в общем то я поступил и вот в этом бою отступив кирфюр сту и даже смог в этом случае сбить один самолет ну а дальше я вышел в атаку и пожалуй самое важное сейчас отметить то что выходить в атаку мы как настоящий саппорт должны от союзников на фланге если нас не поддерживают играть в агрессию нельзя так что на пустом фланге на хсен янге не поиграть но есть только очень очень осторожно ну а если нас поддерживают то в этом случае мы просто обязаны играть в агрессию наперекор бытующему мнению о том что хсен янг это и сменится на котором нельзя брать точки я тут категорически не согласен ведь если и сменец не берет точки кто же это должен делать и вот на данном примере я показываю что хсен янг вполне себе может брать точки просто вы будете делать это так сказать в компании и я конечно более чем уверен что в комментариях многие напишут что вот так 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 в рандоме так никто не поступает но друзья я же этот бой показываю именно из рандома и на хсен янге перед выпуском данного гайда я сделал достаточно много боев чтобы сказать вам точно такая поддержка это не сказать что совсем редкость главное вовремя войти в струю так сказать и атаковать вместе со своими союзниками ну и продолжение данного боя я думаю прекрасно демонстрирует возможности этого эсминца когда мы вместе с удалым смели три вражеских эсминца два из которых замечу находились в отряде тем не менее по неведомым мне причинам они ушли на дно и не помогло им ни преимущество в стволах ни преимущество в уровнях две девятки и десятка ушли на дно от восьмерки и девятки но это все ребят активный вариант борьбы из саппорта который работает лишь в случае повторюсь если рядом с вами есть кто-то желательно эсминец который согласен играть более-менее в тимплей что в рандоме встречается но не так часто как хотелось если такого мы не встречаем приходится играть в пассивную борьбу даем за свет и знаете часто противник по инерции когда заходит на точку и попадает в засвет ставит дымы и останавливается в этих самых дымах торпед у нас нет чтобы поймать его на крючок так что мы включаем рлс и знаете частенько у таких осминцеводов случается шок они если долго стоют получает меткий залп от союзников по стоячей цели ну а если предпочитают выходить из дымов то чаще всего туда не возвращаются ведь дымами на кд знаете идти в агрессию очень не привычно и неприятно но нам-то чего от этого мы так играем постоянно только есть несколько очень важных правил первое это то что обязательно за вами на средней дистанции до 10 километров обязана находиться несколько союзников чтобы вы конечно смогли пойти в атаку оптимально чтобы там были крейсера но если нет то и линкоры пойдут знаете я думаю что им тоже не особо хочется получать по себе торпеды так что по засвету в дыма они отработают как миленькие но только знайте что про рлс лучше сообщать заранее дабы в те короткий секунд света прошло по цели максимально много урона ну а последнее правило ребят старайтесь входить в свет как можно позже то есть тогда когда вы уже удостоверитесь что ваше преимущество неоспоримо и ваше вмешательство крайне необходимо ну и пропадать из-за света как можно раньше то есть меткость противоположной команды всегда может стать решающим фактором вашего поражения то есть если вас ведет к примеру три вражеских крейсера то лучше не наглейте и отпустите вражеский эсминец который вот только-только был вами подсвечен ну а если нет и вас противники решили в большинстве своем игнорировать то можете хоть во вражьи дымы лезть главное торпед не наесться и выпилить опасного противника из японцами я замечу это проходит очень часто и очень просто ведь когда точки взяты а эсминцы противника уже не представляют серьезной опасности то можно наконец-таки сконцентрироваться и на нанесении урона хотя конечно в эту фазу иногда приходится вступать раньше когда ваши союзники скомпоновались в каком-то углу и просто забили на точки в такие бои до говорить о тимплее не приходится но про все остальные опять же повторюсь сначала берем точки вырезаем эсминцы или отгоняем их но уже потом занимаемся набитием урона что делать на хсениянг саппорте я отмечу сложновато но даже без солидного запаса нанесенного урона роль в бою у вас будет всегда высока даже если закидывает к десяткам проверено знаю и тут суть очень проста ведь очень многие в рандоме недооценивают роль захвата и подсвета которым без дымов вы просто обязаны будете заниматься а из-за того что вы не больно рискуете и стараетесь строить свою тактику от союзников чаще всего до конца боя вы все же будете доживать потому как без дымов вырываться в какие-то убер атаки но это вам скажу ребят точно геймплей не хсениянга но на этом ребят все повторюсь что данное видео проще для вас воспринимать как анти гайд к действиям и эта тактика подойдет не всем и геймплей тоже однако если вас заколебали стреляющие дымы если вы спите и видите как же сломать игру вражеским и свинцам то поназиаты могут зайти вам пишите в комментариях качали ли вы вообще себе эту ветку и что предпочти в итоге плюшевый и удобный дым или хардкорный и опасный рлс ну и конечно же не забываем ставить лайк подписываться на канал активировать колокольчик а еще пацаны не болейте не скучайте удачи в боях и пока пока